День добрый, меня зовут Дмитрий Зайша, я начальник отдела маркетинговых коммуникаций программы лояльности «Спасибо» от Сбербанка. И сегодня я хотел бы рассказать о том, как бренду стоит жить в период пандемии, как коммуницировать с клиентом, что говорить, как говорить, поделиться опытом, немножечко порассуждать о том, как изменился наш диджитализированный быстрый мир после того, как мы провели много месяцев на изоляции, много месяцев коммуницировали только в диджитал, много месяцев покупали в основном в диджитал. И, собственно говоря, к чему это все нас в программе лояльности «Спасибо» от Сбербанка привело. Итак, когда мы говорим о фокусе, о цели коммуникации и понимаем, что находимся в кризисе при этом, да, большом, когда клиент сейчас очень сильно напряжен, очень сильно чувствует необходимость в поддержке и от близких ему людей, и от близких ему брендов, стоит говорить о том, что основным фокусом коммуникации становится именно дать клиенту вот эти эмоции позитивные, поддерживающие, окружить клиента заботой бренда, при этом, естественно, сохранив все бизнес-задачи, бизнес-показатели, мы прекрасно знаем, что рынок также испытывает большой стресс. Поэтому здесь очень хорошо обратиться к опыту геймификационных коммуникаций. Мы довольно много с ними работали и раньше, и вывели такую довольно простую формулу того, как же до клиента эмоционально достучаться. Первое, что стоит сделать, это проявить эмпатию, постараться понять клиентскую и боль, и радость, потому что говорить о том, что мы постоянно решаем проблемы клиента коммуникационные, это несколько лукаво. Мы хотели бы разделять с ним и позитивную часть его жизни. И поэтому, когда мы говорим про коммуникацию, особенно связанную с геймификационными проектами, мы всегда хотим дать клиенту веру в то, что каждый может победить. Поэтому нам очень нравятся вот эти простые человеческие истории, если вы обратите внимание на то, как мы ранее коммуницировали, про наших первых миллионеров в геймификационных проектах, про наших победителей, про наших участников геймификационных активностей, вы увидите, что это очень простые такие настоящие люди из регионов России. Да, у нас там первый миллионер вообще всех наших геймификационных активаций, он простой водитель трава из Ижевска. Поэтому здесь очень хорошо создавать вот это чувство сопричастности, при этом, главное, не фальшивить. Если это будет такой прям максимальный рекламный кейс, с ним довольно сложно выходить в пространство, особенно в пространство коммуникационно напряженное, как сейчас. Поэтому искренность это то, что мы в целом проповедуем в коммуникациях. Это, с одной стороны, всегда очень сложная задача, с другой стороны, очень простая. Просто быть искренним, просто быть честным. И мы стараемся очень максимально открыто вести эти коммуникации. При этом мы понимаем, что забота сама по себе, это очень хорошо, но мы стремимся и должны стремиться сохранять эффективность нашего бренда, эффективность нашего бизнеса, безусловно, находясь в поиске новых форматов. И для нас в период самоизоляции, в период пандемии таким инструментом для подобной коммуникации стал особый купонный лендинг для наших партнеров. Мы там сделали уникальное предложение, которое полностью транслировалось в онлайне. То есть это все онлайн-сервисы, которые мы предоставляем, и экосистемные, и неэкосистемные. Соответственно, клиент мог, не выходя из дома, повзаимодействовать с программой лояльности. Здесь основной задачей была скорость. Мы были первыми, у нас вышло, собственно говоря, это предложение сразу после того, как началась самоизоляция на следующий день. Вторая штука – это обязательно должно быть лучшее предложение, уникальное торговое предложение. И здесь нам очень сильно помогли партнеры программы лояльности. Совместно с ними мы дали клиенту такие офферы, которые повысили и ценность нашей программы. То есть по факту мы можем говорить о том, что в рамках этого проекта один бонус стал дороже, чем один рубль. И, собственно говоря, помогли нам доставить офферы, в том числе и тем клиентам, которым раньше мы эти офферы доставить не могли. Потому что мы использовали очень личную, очень таргетированную коммуникацию, отдельно нарезали правильные сегменты с точки зрения аудитории и по социально-демографическим признакам, и по гео-признакам, и по признакам покупок. Такое очень-очень таргетированное сообщение с той самой дополненной ценностью, когда мы дали возможность клиенту получить какой-то оффер еще лучше, чем мы предлагаем обычно. Мы прошли несколько этапов здесь. На последнем этапе вся экосистема вовлеклась в этот проект. Это все компании, которые входят, собственно говоря, сейчас в экосистему Сбербанка. Мы транслировали это и коммуникационно, и, что самое главное, бизнес-олвы. То есть мы понимаем, что это уникальный опыт для брендов повзаимодействовать вот так с кризисным коммуникационным сообщением, при этом сохранив и социальную ответственность, и, собственно говоря, историю про эффективность бизнеса. При этом кризис – это хорошее время для экспериментов. Мы запустили новое мобильное приложение, смогли обкатать его на клиентах, посмотреть, как они взаимодействуют, потому что клиенты жадные до диджитала, когда они сидят на самоизоляции, они готовы лучше вовлекаться в коммуникацию, которая связана с диджиталом, лучше вовлекаться в позитивную эмоцию, лучше вовлекаться в какие-то новые свежие идеи, новые коммуникации. С мобильным приложением сейчас можно ознакомиться. Я думаю, что в ближайшем будущем оно станет нашим основным. Соответственно, и мы понимаем, что диджитал сейчас и онлайн сейчас значительно более привлекательная площадка для коммуникации с точки зрения того, что мы можем дать более эмоциональную коммуникацию, как все мы рекламщики любим, второе – более долгую коммуникацию, потому что люди готовы больше времени проводить и на сайтах, и в мобильных приложениях, и в контакте, с имейлами, и любыми другими цифровыми сообщениями. Соответственно, можно говорить о том, что мы видим, как изменилось потребление контента, даже продающий контент стал более медийным. Сейчас больше интереса все так же на стори теллинг, все так же интереса больше к эмоциональной коммуникации, все так же интереса больше к персональной коммуникации. Простые рекламные сообщения сейчас не так хорошо заходят, как сообщения эмоциональные. Поэтому мы видим, что для нас основная задача – показать, что мы рядом с пользователем, особенно сейчас. Это связано и с нашими проектами с точки зрения маркетинга. Мы провели большую серию онлайн-вечеринок. Отдельно про этот кейс поговорим. И дали возможность пользователям какие-то истории, связанные с путешествиями, конвертировать в другую лояльность, потому что явно с путешествиями есть некие сложности. И последнее, конечно, самое важное, что мы сделали, когда программы лояльности конкурентов начали ухудшаться, мы смогли сохранить и текущие условия, и более того, дать клиентам некие каникулы с точки зрения аннулирования бонусов, дать некие каникулы с точки зрения перевыпуска карт. И это, конечно, ценно, как клиенты откликнулись на это с тем, что мы пошли им навстречу. И последний момент. Мы довольно большие с точки зрения количества сотрудников, в Сбербанке больше 300 тысяч человек работает, поэтому для нас, безусловно, важно было поговорить и с ними тоже. Мы работали и с телеграммом, как с медиа, мы работали и с внутренними медиаканалами. Мы, безусловно, пошли в сторону поддержки медицинских работников через благотворительные переводы врачам с помощью фонда созидания. И, как и все, я думаю, на рынке, это общий такой тренд, да, сейчас можете его посмотреть, провели рекламные кампании, связанные с тем, чтобы оставаться дома, используя выгодно программу лояльности «Спасибо от Сбербанка». Как вывод, можно сказать о том, что сейчас мы очень сильно про эмоции, очень сильно про заботу о клиенте. И когда ты искренне это проявляешь, искренне говоришь клиенту, что я с тобой, клиент отвечает такой же взаимной искренностью. Он тоже говорит, да, бренд, я с тобой.